Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Брайан Брукс обещал нам регулирование криптовалют через 6-8 недель, но первые шаги к нему мы наблюдаем уже сейчас. Я не буду говорить, что это плохо или хорошо, но как только я об этом узнал, я понял, вы обязаны это тоже знать. Ведь это, во-первых, касается каждого холдера, именно долгосрочного холдера, а не просто трейдера. А во-вторых, об этом не говорят прямо, но очевидно же, что они готовят почву для того, чтобы сделать стейблкоин будущей финансовой системы легальным и подконтрольным. По факту, то, о чем пойдет речь в сегодняшнем видео, приближает момент принятия не просто криптовалют, а новой цифровой экономики. Что это будет за стейблкоин? Возможно, Ripple XRP, или может быть Stellar Lumens, а возможно, совершенно нечто новое. Об этом мы можем только спекулировать, чем мы и занимаемся на этом канале, но давайте начнем изучать тему видео подробнее. Если вам нравится подобного плана контент, не забудьте поставить лайк. Мне будет очень приятно каналу, это помогает расти. Нас уже 84 тысячи человек. Это огромная цифра, и мы все ближе и ближе к серебряной кнопке. Итак, в США сейчас происходит нечто тревожное, на что рынок почему-то вообще никак не реагирует. Финсен и Минфин США требуют полную верификацию пользователей криптовалютных кошельков. Если что, ребята, Финсен — это сеть по борьбе с финансовыми преступлениями. Они опубликовали большой документ, в котором целых 72 страницы, и в котором написано о создании большой базы данных с информацией о владельцах криптокошельков. То есть, по факту, информация про нас с вами. В случае подозрительных транзакций, эта информация может быть использована правительством. Проще говоря, в основном эти предложения направлены в сторону, как они их называют, автономных кошельков. То есть, это может быть ваш Ledger, или MetaMask, или Trezor, или любой другой кошелек, где вы храните криптовалюты. Оригинальный документ довольно большой, но я оставлю его у себя в Телеграме, если вы захотите его изучить самостоятельно. Ссылка на Телеграм будет в описании под видео. Но есть здесь одно интересное словосочетание, которое встречается практически по всему документу. Оно звучит по-английски следующим образом. Legal Tender Digital Assets. Что это значит? Давайте переводчик забьем. И увидим, что это означает законное платежное средство цифровых активов. Законное платежное средство цифровых активов? Вы понимаете, что это значит? Новые правила идентификации личности владельца криптовалютного кошелька не просто заточены на борьбу с финансовыми преступлениями. Куда входит отмывание денег, уклонение от налогов, терроризм. Но и является частью подготовки инфраструктуры для новой финансовой системы. В которой легальность платежного цифрового средства не будет поддаваться никаким сомнениям. И при этом будет абсолютно полностью прозрачно и подконтрольно правительству. То, о чем мы говорим уже не первый год, наконец происходит. Но почему-то до сих пор никто не обращает на это внимания. 99% людей живут и даже не знают этого. Почему? Потому что не подписаны на мой канал. А если вы не подписаны на мой канал, почему бы это не сделать прямо сейчас, пока я ищу следующую вкладку, которую я хотел вам показать. Мун Ламба пишет. Фин Сен предложил новые правила расширения процедур «Знай моего клиента» для кошельков без хостинга. То есть для тех людей, которые хранят криптовалюту не на регулируемых биржах, например на холодном кошельке. Мы знаем, что на регулируемых биржах уже тоже нужно проходить стандартную процедуру KYC. Знай своего клиента. Если эти новые правила примут, то регулируемые компании будут обязаны проверять имена и адреса пользователей кошельков для любой транзакции больше 3000 долларов. Вы спросите меня, так если же множество криптовалютных обменников и бирж уже требуют подтверждения личности, что поменяют новые правила регулирования? Они поменяют то, что вся информация будет централизована в одной правительственной базе данных, к которой они будут обращаться в случае необходимости. Ребята, вам не кажется, что это слишком уж похоже на фиатную систему? Они пытаются сделать криптовалютную цифровую, но централизованную финансовую систему, в которой поколения после нас и будут жить. А возможно пожить успеем и мы. Скорее всего успеем, ведь пандемия и прочие кризисы только ускоряют этот процесс. Об этом пишет и Ари Пол. Учреждения должны будут принимать правила, похожие на те, что применяются для обычных традиционных фиатных валют. А они должны будут больше отчитываться перед правительством. Кроме этого, ребята, это повлияет и на рынок децентрализованных финансов. Если, например, вы выводите средства на сторонний кошелек на нерегулируемые биржи, например, на кошелек друга или DeFi, ваши деньги сначала попадут на промежуточный кошелек, где и будет собрана вся информация о вас, где и будет собрана вся информация о вас, а только лишь потом деньги уйдут туда, куда вы их отправили. Только правительство уже будет знать, кто вы такой и что у вас есть на этом кошельке. Получается, раньше ваша транзакция выглядела следующим образом. Биржа, адрес кошелька. А будет выглядеть так. Биржа, адрес кошелька, на котором будет проводиться идентификация личности, и только потом адрес кошелька, на который вы отправили средства. Лэри Чермак пишет. Это довольно глупо, но я бы не сказал, что бессмысленно. Это позволяет государству создать огромную базу данных владельцев криптовалютных кошельков. Теперь правительство с уверенностью может начинать сбор информации о каждом криптохолдере. Рынок на такие события почему-то никак не реагирует, но я в сомнениях. Не является ли это ограничением наших свобод? Да и вообще, идей самой криптовалюты, которая была создана против всех ошибок и проколов фиатной системы в 2008-м. А теперь из нее хотят сделать все такую же фиатную систему, только в еще более утрированной форме, цифровой, в которой даже покупка носков не укроется ни от кого. Вести так называемые законные средства цифровых денег, как написано в документе Минфина США. Об этом пишет и Сара Джейми Льюис. Запреты и регулирование криптокошельков и приватных цифровых сетей в конечном итоге нужны самому государству. Горстка корпораций, выступающие посредниками между отношениями людей с государством, будут контролировать и подвергать цензуре все человеческие связи, причем абсолютно легально. Интернет здесь, и он не собирается уходить. Государства, которые в течение последнего столетия все больше привыкали к слежению за метаданными по почте, телефону, банкам и поездкам, начинают понимать, что такая власть была временной. Сара говорит о том, что новая финансовая система является спасением не сколько нас от последствий пандемии или обвала фиатной системы, сколько выступает в качестве спасательного круга для государств, которые хотят сохранить и приумножить власть над каждым аспектом жизни граждан. Она заканчивает следующими, очень сложными, но важными словами. Приходится надеяться на будущее, в котором государство и общество признают, что они существуют благодаря управлению, но чрезмерный контроль никогда не придет к согласию. Короче говоря, нужно искать компромисс, хотя мне, как биткоинеру, вообще не хочется, чтобы в мою приватную и анонимную жизнь лезли так нагло и так много. Еще раз убеждаюсь, следующим активом, который взлетит больше, чем биткоин, станет анонимность. Приватная жизнь. Вот что будет ценностью 22-го столетия. А меня зовут Богатейший Дин, напишите свои мысли в комментариях, а также не забудьте поставить лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, телеграм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok